Маэстро, очень интересно, почему в чертах лиц и глазах человека зачастую отражены его сущность, характер и прошлое? С одной стороны, вопрос, конечно, ненаучный совершенно, и вам будут все кричать, что это все ненаучно, и все эти, так сказать, шишки, физиогномизм и прочее. Знаете, оно, да, ненаучно, но почему-то работает, понимаешь, что есть научно. Вот физиогномика штука, которая почему-то работает. Я уже миллион раз повторял, что великая фраза Оскару Вальде нет ничего более поверхностного, чем не судить о человеке по внешности. И видите, как вы так поставили вопрос, почему так, да? Почему? Да, почему? А я думаю, что здесь замкнутый круг, обоюда, значит, смотрите. Внешность и вообще параметры физические, рост, комплекции, нация, раса, все. Это диктует отношение себя с миром и соотношение. Диктует. В том числе комплексы или какое-то превосходство диктует. А дальше и вследствие этого и в ответ, соответственно, набирается позитивный либо негативный опыт, который тоже, естественно, влияет на то, как вы выглядите. И вот эти две вещи, данные природы и благоприобретенные, да, они в естественной взаимосвязи формируют эти черты лица и всего прочего. Так что вот это обусловлено, вот я объяснил, чем это обусловлено. Почему, да? Сначала вы такой, потому что вы такой, а потом вы такой, потому что вы получаете соответствующие либо свои, либо и в ответ эмоции и прочее. И вот это уже шестеренка начинает, так сказать, где-то стесываться, где-то что-то приобретает. Но это абсолютно объективно, а совершенно объективно. Дальше.